Всем привет, друзья! Здравствуйте! Это программа Трансферы. Мы возвращаемся в эфир. 1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. И у нас огромное количество новостей, связанных с подписаниями, расторжениями, продлениями контрактов. Так что будем все это с вами вместе обсуждать. Меня зовут Андрей Юртаев. И у нас, как и всегда, в этой студии наши традиционные эксперты. Это Леонид Вайсвельд и Артем Башко. Здравствуйте, уважаемые зрители. Поздравление Магнитогорскому Металлургу с завоеванием Кубка Гагарина. Великолепная работа. Молодцы. Добрый день. Итак, друзья, еще раз напоминаю. Три выпуска у нас будет в мае. Поэтому мы в этом первом выпуске не будем обсуждать сразу же все новости. У нас все-таки такая больше аналитическая программа, а не новостная. Поэтому если какие-то игроки или какие-то команды сегодня не попали в наш эфир, а вы их ждали, то не переживайте, не беспокойтесь. Обязательно мы в мае обо всем еще поговорим. Ну а конкретно сегодня мы начнем с ЦСКА, Словата Юлаева, Московского Динамо, Спартака, Акбарса и Магнитогорского Металлурга. Вот такая у нас сегодня повестка дня. И стартуем мы с команды, которая очень серьезно в это межсезонье перестраивается. И это ЦСКА. У московских армейцев в следующем сезоне будет новый главный тренер. Это Илья Петрович Воробьев. Так что, друзья, вот давайте о Воробьеве скажем несколько слов. Вообще сам факт того, что ЦСКА выбирает именно этого главного тренера и объясняет это тем, что он выиграл кубок, он играл в финале, это все понятно. Но вот предыдущий сезон в Магнитогорской Металлурге у него получился не очень хорошим. Почему именно Воробьев, Леонид? Что вы думаете на этот счет? Ну, это очевидно. Просто у него есть победный опыт, он выигрывал кубок Гагарина. У них там кроме кубка Гагарина никакого другого результата не существует. Что касается их перестройки, на годик они, конечно, опоздали, но наверстают сейчас. А Сергей Федоров не выигрывал кубка, когда его назначили? Сергей Федоров не выигрывал кубка, но тогда не было свободных людей, кто выигрывал, насколько я помню. А сейчас вот Илья Петрович что-то засиделся. Белелединов освободился с кубком. Он еще молодой. Белелединов молодой. Хорошо. Артем, если мы будем смотреть о Воробьеве и о его работе, он добивался успеха. Мы помним с командами, у которых уже был костяк такой. Это либо тот чемпионский сезон, либо если мы будем финал смотреть, где они проиграли. Все равно уже команда была такая более-менее сформированная, когда он в нее пришел. А вот ЦСКА сейчас так обновляется довольно значительно. Подходит ли Воробьев для такого ЦСКА? Пока сложно говорить, потому что мы пока не видим окончательный состав, с которым ЦСКА будет входить в этот сезон. Но вот по тому, что на данный момент известно и как будет формироваться команда, мне кажется, что Воробьев постарается использовать свой предыдущий опыт и собрать такую очень быструю, мобильную команду, которая будет много кататься, двигаться. В общем, совершать большой объем катания и команду, которая будет играть в современный быстрый хоккей. То есть, в принципе, Воробьев сам в интервью не раз говорил о том, что он приверженец вот этого быстрого хоккея и от медленных игроков нужно избавляться. Так что я думаю, что медленных хоккеистов в ЦСКА не останется. Ну и, в принципе, состав нужно освежать. Ты уже сказал про перестройку. Но не так много свободных игроков на рынке, поэтому тоже непросто будет прям качественно усилить и заменить ушедших лидеров. Давайте послушаем сейчас президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмонтовича. Пресс-конференция, на которой Игорь Есмонтович и объяснял вот это назначение. Давайте вот этот фрагмент мы сейчас вместе с вами посмотрим. ЦСКА – это особый клуб с особой историей, с особой философией. И те задачи, которые были поставлены в 2011 году компанией «Роснефть» о возвращении этого клуба на «Олимп» спортивной составляющей нашей страны, были приоритетом. Ну, слава богу, что пять чемпионских титлов России, и три кубка, и кубок мира, и кубок Харламова, и так далее. Есть еще какие-то вещи связанные. И вот мы седьмой раз подряд сейчас в общем зачете хоккейной школы ЦСКА заняли первое место в Москве по результатам. Дает определенную сложность для назначения тренерского корпуса в формат ЦСКА. Немного сегодня у нас тренеров, которые могут находиться в давлении, касающейся сложного и главного результата своей работы. Ну, Илья Петрович, так скажем, поднимал чашку, да, на сленге хоккейном можно сказать. Мы видели его работу в 22-м году, когда играли с ними в финале, когда выиграли кубок. И обсудили с ним все, послушали его, какие у него мысли есть в рамках работы, в рамках развития. И приняли решение, соответственно, на наблюдательном совете. Да, ну это же тоже часть угадать с тренером, это же тоже часть работы, часть спортивного результата, да. Ну вот так Игорь Ясмантович объяснил назначение Ильи Воробьеву, но давайте немного об игроках поговорим. Мы пока вот начнем здесь с того, с кем расстается ЦСКА. Вот опять же, Леонид сказал уже, что, может быть, на год опоздали с перестройкой. Но вот сейчас она происходит, и ЦСКА расстается уже точно с тремя, ну, довольно опытными хоккеистами. Михаил Григоренко, Андрей Светлаков и Сергей Плотников. Статистика их перед вами. Григоренко три кубка Гагарина, то есть все вот эти кубки ЦСКА, это Григоренко в составе. В 23-м году Григоренко был MVP плей-офф Светлаков, Плотников, понятно, тоже давно здесь в ЦСКА. У всех закончились контракты, у всех закончились контракты. И вот, Леонид, как вам кажется, это какое-то такое простое решение, что вот у кого контракты закончились, ну, просто их не продлеваем, и все. И, соответственно, ищем кого-то на их места. Ну, это такие люди знаковые. Если их подписывать, это значит строить команду вокруг них. Но я думаю, тут другая тема. Мне кажется, самим игрокам нужно поменять что-то, потому что им нужен вызов новый. И тому же Григоренко, и Светлакову, да и Плотникову тоже. Поэтому вот это решение, мне кажется, оно напрашивалось. Артем, ну вот давай посмотрим, если вот мы сейчас понимаем, что Григоренко и Плотников это СКА. Александр Медельев об этом уже прямым текстом сказал. Но Плотников был в СКА уже. Его там так очень сложно обменивали через Амур в Магнитогорский метавур. Но это насколько вообще оптимальное решение для того же, например, Плотникова возвращаться снова в команду, в которую он уже играл. Ты понимаешь, у Плотникова уже такой возраст, что дают тебе хорошие деньги, зовут в топ-клуб со всеми условиями. Город неплохой. Город, да, неплохой. Ты не думаешь, понимаешь, когда тебе 20-25, и ты на пике, ты еще выбираешь, стоит ли идти в тот-то клуб, стоит ли идти к тому-то тренеру, в ту-то организацию или нет. А в таком возрасте ты уже цепляешься за хорошие деньги, за хорошие контракты. И с точки зрения самого Плотникова, тут все понятно, он ничего не теряет. А вот Григоренко, на мой взгляд, действительно нужно сменить обстановку, потому что засиделся он в одном клубе. Но мне непонятно, что СКА подписывает такого игрока, как Григоренко, потому что Ротенберг тоже не раз говорил о том, что у них очень быстрая команда. Мы все прекрасно знаем сильные стороны Миши. У него прекрасный бросок, у него шикарное голевое чутье, но у него есть проблема с катанием. Собственно, только вот эта проблема помешала ему стать топ-игроком национальной хоккейной лиги. И как вот он будет покрывать этот недостаток в СКА? То есть понятно, что его берут для большинства, потому что финишеров в СКА не так много. А вот как играть в равных составах, выполнять большой объем черновой работы, потому что у СКА на самом деле очень энергоемкая модель игры. И вот тут могут возникнуть вопросы. То есть если он будет в большинстве, например, как Гусев, набирать столько очков, то на какие-то вещи можно закрыть глаза. Если такого количества очков не будет... Ну, пример Гусева для СКА. Мы видим, что он там сел тоже в какой-то момент. Вот, об этом и речь. Поэтому у меня вот тоже вопросы, справится ли, войдет ли он в эту систему игры, армейская команда. Давайте еще пару слов про Светлакова. Опять же, мы ждем официального объявления, но мы понимаем, что если здесь никакого форс-мажора не случится, то это Трактор. Тоже та ситуация, где засиделся Андрей в команде как Трактор. Он может быть прямо вот лидером там, типа первый-второй центр. Я думаю, что как раз вариант Волков знает хорошо Светлакова по работе в ЦСКА. И, в принципе, Светлаков, ну, скажем так, может быть, не топ-центр, но очень добротный хоккеист в хорошем возрасте на дефицитную позицию. Центральных нападающих с российским паспортом, с таким послужным списком на рынке не так много. И я думаю, тут вот так все сошлось. Хорошо. И вернемся еще к Игорю Исмонтовичу. Также вот на этом выступлении перед средствами массовой информации Игорь Исмонтович рассказал, что, ну, вот да, вот три игрока здесь уходят. А еще два хоккеиста, у которых есть действующие контракты с ЦСКА, но с ними ЦСКА будет расставаться. И, соответственно, ЦСКА сейчас ищет варианты, как вот это расторжение максимально каким-то комфортным для ЦСКА образом провернуть. Это Даррен Дитц и Антон Слепышев. Но давайте о них тоже пару слов скажем. Леонид, что не так с Дитцем и Слепышевым при действующих контрактах? Почему ЦСКА решает, что больше они не нужны? Слепышев откровенно слабо провел сезон последний. Причина, другой вопрос, там травмы или что-то еще. Уж не знаю, что ему помешало, но играл он слабо. Ну, как слабо? Слабо относительно своего уровня. Или относительно своей зарплаты. Это само собой. Раз уровень, значит зарплата. Я просто хочу сказать, если брать какого-то среднестатистического игрока КХЛ, то, конечно, он в порядке. Но он же рассматривается как лидер, как один из ведущих игроков. Что касается Дитца, ну, мне кажется, у них одна проблема у всех, вот этих ведущих игроков ЦСКА. Они вот уже засиделись там, и им нужен новый вызов. Ну, а Дитца-то что засиделся? Он из Бориса пришел? Слушай, он пришел со 120, по-моему, там, с зарплатой. На 70. Ну, сейчас не будем обсуждать. Вот, вопрос-то в чем? Он пришел как элитный игрок Лиги. Два раза выиграл трофей. То есть, ну, вроде бы как... Какой еще вызов-то? Надо же какой-то вызов еще. Весь вопрос, где он будет. Вот, например, если вернуться к Светлакову, судя по всему, если он будет в тракторе, то они вокруг него, наверное, хотят команду строить. То есть, видимо, это первый центр. И такие, наверное... Там Ткачев есть, да? Вот Ткачев, Светлаков. Ну, я думаю, что вот как-то так. Мысли примерно такие у них. Что касается Дица, ну, вот, в моем понимании, это тоже первый-второй защитник команды. Не знаю, какой. Есть у него еще этот внутренний, как говорится, запал? Нет? Посмотрим. Что касается слепшего, вот, я не знаю, у меня такое ощущение, что у него что-то там со здоровьем. Ну, он не пропускал же, мы помним. Ну, да, у него там что-то травм много, он так резко сдал. Если он сейчас вот все свои проблемы со здоровьем решит, то все равно это элитный игрок. Ну, вот, помните, было одно время, я вот такую аналогию могу провести с Кулеминым. То есть он там практически год лечился в Магнитогорске, все уже как-то так про него забыли. Там, и потом, когда Уфа его подписал, зачем они его взяли. А он вылечился, выздоровел, великолепно провел эти сезоны. Сейчас, видимо, будет играть. Я, собственно говоря, Антону тоже желаю все свои проблемы решить и выйти на свой уровень. Артем, а если бы, допустим, Слепышев и Дитс стоили, ну, не 70 каждый, а 70 вместе, вот тогда бы можно было бы еще оставлять их дальше в ЦСКА? Опять же, нужно быть внутри клуба и знать, по какой части вопросы у руководства к этим игрокам. Тут такая непростая ситуация. Мы некоторых моментов, я думаю, просто не знаем, но по Слепышеву согласен с Леонидом, действительно сыграл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он может действовать, сколько может пользы приносить. А вот подицу, наверное, я бы его оставил в ЦСКА. Но потому что праворуких защитников, таких с хорошим броском, под большинство у нас в лиге не так много. И вот если ты говоришь, что подешевле, наверное, можно было и оставить. Хорошо. Прозвучал город Уфа в словах Леонида Васильда, поэтому давайте вот туда и отправимся, и посмотрим, что там у Салавата и Лаева. Пока вот здесь нет таких больших новостей относительно трансферов на вход, но есть два любопытных продления. И сейчас мы опускаем пока вот эти истории, что уходят игроки. Ежов и Бирюков завершили карьеру. Поздравляем Бирюкова с карьерой. Все-таки тысяча один матч, как тысяча и одна ночь. Тысяча и один матч был у Евгения Бирюкова, вот он карьеру завершил. Мы знаем, что Тимкин ушел, мы знаем, что Колядов ушел, и скорее всего, в авангард. И про авангард мы сегодня не поговорим-поговорим в следующем выпуске. Но вот Салават продлил двух игроков, и вот это интересно. Саша Хмелевский подписал новый контракт с Салаватом и Лаевым аж на три года. На три года. То есть Хмелевскому сейчас будет 24-25 ему, да, сейчас. Соответственно, ну вот, получается, лучшие годы карьеры. Хмелевский не будет возвращаться обратно в НХЛ, а будет играть в Салаватю Лаеве. Артем, вот это тебя удивило, что такой долгосрочный по меркам КХЛ подписал Хмелевский? Абсолютно нет. Добра добра не ищет. Он в этой организации достаточно быстро стал своим. Это один из лидеров клуба. Это человек, который, в принципе, ниже определенного уровня не опускается. И тут вот все сошлось. И интерес со стороны команды, и очень хорошие контрактные предложения. Я думаю, что Хмелевский подумал, там несколько недель посмотрел в сторону Северной Америки. Примерно понял, что там может появиться, что нет. Примерно, наверное, прикинул, какие деньги и понял, что зачем что-то менять. В принципе, если он эти три сезона проведет на таком же уровне, то 27-28 лет еще можно попробовать уехать за океан. У него сейчас очень хороший возраст. Леонид, вот второй сезон на Хмелевске, ну так, если цифры смотреть, был лучше, чем первый. Больше очков набрал, там, 58 в регулярке, плюс плей-офф еще. Способен он дальше прогрессировать? То есть вот три года, то есть он все три года будет еще, допустим, добавлять, добавлять и дальше? Ну, Артем очень важную вещь сказал, он уровень держит. И я скажу, ему даже прогрессировать не надо. Если он будет держать этот уровень в ближайшие три года, просто мои поздравления, слова Тьюлаеву. И как раз это тот случай, когда вокруг какого-то игрока строят команду. И, судя по всему, Хмелевский себя очень комфортно там чувствует. Ну, там, судя по интервью, и там он очень комплементарно Козлове отзывался, там, видимо, тренерский штаб. Ну, тут же очевидно, тут как бы все на поверхности. Нас же не удивляет, что они, там, если бы даже они ему пять лет дали, мы бы тоже не очень удивились, правильно? Тут, на самом деле, нормальная ситуация. И я думаю, что такая сделка взаимовыгодная, знаешь, и она безопасная для всех, для всех сторон. Еще одно продление, также из слова Тьюлаева, это Джошуа Лива. Вот еще один легионер, но вот он один год, один год получил по новому контракту. Но он по старше. Это да, и подороже, 85 за сезон. Леонид, дорого? Как думаете? Ну, тут, понимаешь, это же все относительно, как три волоса. Если в супе, то много, а если на голове, то мало. Вот смотрите, Хмелевский сыграл два года, понятно, да, чего отнежать. Лива пришел посреди сезона, то есть у него даже полного сезона одного нет. Я думаю, что один год, потому что он, вот именно он сыграл только один сезон, очень хорошо. Очень хорошо, вопросов нет. Хмелевский доказал свою стабильность. Лива может быть такой же стабильный, как и Хмелевский, просто они этого не видели. И в нем они, допустим, до конца не уверены. Может быть, он сам не хотел длительный контракт, сложно сказать. Но в любом случае, то, что они его сохранили в команде, это тоже большой плюс и для Салавата, и для игрока. А вот с точки зрения зарплаты просто меня интересует, то есть это самый сейчас вот высокоплачиваемый игрок Салавата Юлаева. То есть можно ли тогда сказать, что, допустим, Лива это лучший игрок, чем Хмелевский, Артем? Ну, я бы не говорил, что лучший. Вот они очень хороши были именно в связке, и мне нравилось то, как в лучшую сторону изменилось большинство Салавата с приходом Лива. Потому что они на одной волне, там и Дроздов очень здорово этих ребят дополнял за счет своей скорости, оказывался в нужном месте, вообще лучший сезон провел в карьере. Поэтому тут действительно вот так все сошлось, что есть, наверное, определенные, небольшие сомнения у руководства по нему, сумеет ли он также весь сезон провести, как Хмелевский. Потому что мы помним, что несколько раз он уходил в лазарет, при том, что играл неполный сезон. Про возраст мы уже сказали, что он постарше, и, может быть, тоже какие-то опасения есть. Поэтому тут, знаешь, как одному дали поменьше, но на три года, другой получил побольше, но всего лишь на год. И, в принципе, я думаю, что это справедливо. Хорошо, давайте к следующей команде перейдем. И к Салавату, естественно, будем возвращаться, ждем дальнейших новостей из команды новых трансферов, новых игроков. А пока посмотрим на московское «Динамо». И тоже здесь начнем с продления и продления главного тренера. Алексей Кудашов, наставник «Белоголубых», который работает в команде, отработал уже три предыдущих сезона. Вот он продлил свой контракт, будет дальше тренировать московское «Динамо». И как мы оцениваем вот это продление? С одной стороны Кубок Континента, вот сейчас в завершившемся сезоне, с другой. За три года, дальше второго раунда «Динамо» ни разу не прошло. Вот насколько, соответственно, логично было продлить у Кудашова Леонид? Ну, вот с одной стороны, он такую работу делает, которая прям вот фундаментальная команда у него. Понятно, во что они играют, понятен стиль. И действительно в регулярке здорово. Но вот с другой стороны, вот эти, по крайней мере, два последних сезона плей-офф, ну, меня прям, скажем, удивили. И особенно вот этот вот с «Трактором». То, что они проиграли «Трактору», тут такой не сказать, что это большая сенсация. Но то, что 0-4, я думаю, что вот это самая большая сенсация плей-офф этого года. Уж не знаю, с чем это связано, с работой тренерского штаба или с какими-то другими причинами. Но это немножко настораживает. С одной стороны. С другой стороны, вот мне нравятся системные тренеры, которые вот понятно, во что играют. Вот есть тренеры, которые, знаешь, вот они... Он там стоит, конечно, в галстуке у бортика, но во что они играют, непонятно. Здесь все понятно. И как бы лично вот я, если бы у меня стоял вопрос, я бы даже не задумываясь, его оставил бы. Правда, вот этот вот момент, конечно, настораживает. Но вот вы, вот генменеджер, да, вам надо выигрывать кубок. У вас тренер все время вылетает в первом и втором раунде. Ты уверен, что надо выигрывать кубок? Не надо выигрывать кубок? Ну, я не знаю. Это в ЦСКА надо, там, после шестого матча увольняют. А в «Динамо» ты там более лояльный. Хорошо, второй раунд, окей. Артем. Ну, вот они... Уж я тогда закончу мысль. Видимо, они знают, в чем причина. И, наверное, они посчитали, что это не вина тренеров, а какие-то другие проблемы были. Поэтому они оставили. Но для меня этот шаг вообще... Я бы, скажем так, очень удивился, если бы его не продлили. Ну, кстати, меняется тренерский штаб. Мы уже знаем, что Константин Власов, тренер по вратарям, уже официально ушел из «Динамо». Мы знаем, что к вратарям были вопросы как раз в серии с трактором. Мы знаем, что Александр Савченков уже официально ушел из «Динамо». Поэтому ждем новых помощников. Может быть, с ними «Динамо» будет сильнее. Вот в целом, Артем, Кудашов как тренер, на твой взгляд, он прогрессирует. Мы же видели его и в «Локомотиве», если вспоминать. Он становится с каждым годом как-то интереснее, прогрессивнее, сильнее. Кубок «Континента» тоже просто так не выигрывает. Давайте не забывать про значимость этого трофея. Я согласен с Леонидом. То, что видно, как Кудашов работает. Видно, по каким лекалам он выстраивает команду. Видно, на что делается упор. То есть, в принципе, «Динамо» – это команда, которая играет очень осторожно, внимательно и старается сыграть максимально надежно сзади. Потому что, когда у тебя есть такие мастера, как Удел, Гусев, Менел, Пакет и так далее, ты обязательно что-то забьешь. У тебя обязательно сработает большинство. И при практически идеальной игре в обороне, ты свои 2-3 шайбы всегда забьешь и, соответственно, выиграешь. То есть, чем-то вот эта «Динамо» похожа на «Локомотив». Но вот когда мы оцениваем игроков, которые очень много очков набирают в регулярных чемпионатах, но в плей-офф проваливаются, мы всегда говорим, что, наверное, чего-то не хватает. Вот относительно Кудашова, мне кажется, что ему немножко гибкости не хватает. Потому что «Динамо» – это такая очень системная, слишком системная, может быть, даже зашоренная команда, которой в серии с «Трактором», в частности, не хватило креатива. Потому что был навал. И вратарей. Да, вратарей был навал, на ворота, там, порядка 40 бросков в среднем за матч, но реализация была слишком слабой. Вот мне кажется, Кудашову надо в этом плане, в плане творчества немножко поработать, чтобы команда была более гибкой, управляемой, и вот тогда, наверное, все будет хорошо. Но шанс я бы тоже Кудашову дал, но, наверное, этот шанс будет последний. Потому что, в принципе, и вратаря, наверное, подпишут, и точечно определенные позиции усилят. В принципе, Кудашову оставили его штаб, Алексей Сопин остался на месте. Я думаю, что уже в следующий раз с них будут спрашивать по полной программе. Но про точечное усиление тоже будем в следующих выпусках говорить, когда «Динамо» официально уже объявит о подписании игроков, о которых сейчас так довольно много в новостях пишут. Но не можем пройти мимо ухода из «Динамо» легенды клуба капитана команды Андрея Миронова. И этот уход еще не только... Мало то, что из «Динамо» человек уходит, еще и в «Спартак» в «Московский» уходит. 644 игры, новый рекорд вообще, в принципе, за всю историю «Динамо» по количеству матчей за эту команду. Ну и вот Андрей Миронов после этого рекорда побил Вышиткевича рекорд. И вот теперь он уходит в «Московский» «Спартак». Алексей Сокин сказал, что не договорились по финансам с Мироновым. Леонид, вот с точки зрения генменеджера. Ну вот не договорились по финансам с одной стороны, а с другой, но это вот такой знаковый игрок для «Динамо». Насколько это сложные переговоры вообще? Вот я, так сказать, читаю, что пишут по этому поводу, да, и все хотят найти виноватого вообще в этой истории. А вот в моем понимании здесь нет ни правых, ни виноватых. Если с точки зрения игрока рассуждать, насколько я знаю, у Миронова несколько раз были очень серьезные предложения, значительно выше того, которое у него было в «Динамо». Но он остался в «Динамо». И он, наверное, рассуждает, я патриот клуба, я там команда, я рекорд. Почему мне не оставляют даже прошлогоднюю зарплату? Ну, как-то нелогично, да? С другой стороны, с точки зрения клуба, изменился регламент, изменились требования к финансовой дисциплине, там эти бонусы там сейчас по-другому считаются. И если они не могут его удержать физически, ну, в чем вина Сопина, например? Поэтому я считаю, как это говорят, ничего личного, только бизнес. Так получилось, так сложилась ситуация. Можно только Миронову пожелать успехов новой команде. Артем, а Миронов проигрывал конкуренцию защитникам другим «Динамо»? Ну, то есть, там, понятно, есть Миннелл, там Поленков и вот все остальные. Получается, что Миронов, ну, допустим, первый на выход, да, если надо кого-то убрать? Ты знаешь, были очень хорошие матчи и были, вот особенно в плей-офф игры, где Миронов, откровенно говоря, очень много ошибался. И я думаю, что вот как раз концовка сезона – это вот тот отрезок, по которому судили относительно возможного продолжения карьеры в московском «Динамо» и относительно предложений по финансам. То, что переходит «Спартак», на мой взгляд, все логично, в том плане, что у «Спартака», пожалуй, главная проблема – это оборона. Команда играла очень ярко в атаке, забила больше всех в чемпионате, но защитники практически все, за исключением буквально пары человек, Чайковский, может быть, Вишневского, сыграли ниже своих возможностей, и «Спартаку» в первую очередь нужно угребать. Но Зайцев, например, вот перейдя из «Динамо» в «Спартаку», он как-то, наоборот, снова раскрылся. Да, да, раскрылся. Вот, кстати, мы тоже можем говорить, наверное, о том, что у человека новый вызов, он никуда особо не переезжает, он остается в столице, и возраст, в принципе, неплохой, ему еще и 30 лет нет, поэтому, я думаю, 29 лет. Сейчас как раз будет в этом году, да? Да, то есть, в принципе, это отличный возраст, и я думаю, что такие вот именно лидеры по духу «Спартаку» в обороне, опытные ребята, они однозначно нужны. А что касается того, о чем ты сказал, из «Динамо» в «Спартак», ты знаешь, я думаю, что игроки сейчас глобально уже об этом не думают. Это в советское время практически никто никуда не переходил, потому что ставки были везде одинаковые, и не было смысла переходить там из «Динамо» в «Спартак» или в «Спартак». Платили везде одинаково. А сейчас, ну, ты, естественно, выбираешь, где тебе больше дадут, и тут, опять же, фактор того, что человек переезжает в другой клуб, но, в принципе, остается в столице, поэтому все нормально. Мне нравится, что из двух наших экспертов про советское время рассказывает Артем Башко, а не Леонид Файсель. Не, ну, а ему там через дорогу просто перейти. Так он с одной стороны Ленинградского проспекта был, а кто с другой будет? Ну, какая разница? Надо выяснить, с какой стороны он живет еще, да? Да, вот если ему там ближе к «Мегаспорту», тогда вообще понятно, почему. Да, давайте переедем на восток мы в этот момент, потому что еще одна большая команда – это «Казанский Акбарс» тоже довольно серьезно сейчас перестраивается в этом межсезоне после вылета в первом раунде, и «Казанский Акбарс» назначил нового главного тренера. Им становится Анвар Гатятуллин, тренер, которого мы, естественно, в первую очередь знаем по Челябинскому трактору. Два финала конференции было у трактора с Гатятуллином в 2018 году и в 2022-м, но вот предыдущий сезон Гатятуллин не доработал. До этого, мы помним, трактор вообще в ППФ там не попадал. Поэтому давайте вот, наверное, с Гатятуллина начнем. А что у него вообще вот не так пошло? Два финала конференции вроде бы, а куда все делось вот в предыдущих сезонах, Артем? Сложно сказать, потому что для меня это тренер, ну, примерно уровня Алексея Кудашова. Они даже по подходу к системе игры очень похожи. Они даже работали вместе. Работали вместе, да, в Петербургском СКА, помощниками Убрагина. Мне вот интересно посмотреть за Гатятуллином. Я думаю, что Анвару нужно, скажем так, собрать очень такой разнообразный тренерский штаб и побольше слушать своих помощников. Потому что вот общаешься с ребятами, кто играл у него в тракторе, все говорят, что вроде помощники есть, но они больше там так для количества. То есть Анвар Рафаилович, он такой очень упертый. Он, скажем так, мало кого слушает, мало кому доверяет, все берет на себя. Но я Воробьев очень хорошо пару лет назад об этом сказал, что мне в штабе не нужны помощники, которые всегда будут мне поддекивать, со мной соглашаться. Мне нужны люди, которые будут подкидывать разные новые идеи. И мы, может быть, даже в спорах, конфликтах будем приходить к общему знаменателю и как-то улучшать игру команды. Я думаю, что Анвар Рафаилович тоже нужно собрать такой максимально разнообразный тренерский штаб и побольше доверять помощникам, которые будут подкидывать свежие идеи. Он сам съездил сейчас на стажировку в Северную Америку, мне кажется, посмотрел на хоккей под другим углом за это время. И я думаю, что вот эта пауза ему должна была пойти на пользу. Мне вот самому интересно, но пока вот опять же, как и в ЦСКА, мы не видим то ядро команды, тот состав, с которым Акбарса пойдет в сезон. Вот когда уже появятся контуры, тогда, наверное, можно будет примерно понимать, в какой хоккей будет играть команда и чего ждать от самого Гатятулина. Леонид, а как вы думаете, ну вот вы сказали про Илью Воробьеву, что у него был кубок, поэтому его назначил ЦСКА. Какие преимущества Гатятулина, ну кроме очевидных фамилий и имени отчества, привлекли его в Казанский Акбарс? Вот, понимаешь? К Ануару я вообще с большой симпатией отношусь, ну, в человеческом плане. Он очень приятный человек в общении, и все. Мне кажется, что... Ты знаешь, как ты говоришь, какие достоинства? Ведь наши достоинства, вернее, недостатки, продолжение наших достоинств, понимаешь? Мне кажется, что у него очень консервативный стиль. Вот прямо очень. А в таких командах, которые борются за трофеи, нужна вот какая-то чертовщина нужна. Так, может быть, наоборот, тогда и привлекло в Акбарс его вот это вот чувство консервативности? Что привлекло Акбарс, я не знаю. Может быть. Может быть, они считают, что вот нужен такой системный тренер, все это правильно. Но вот Артем сказал, что интересно посмотреть, мне вот тоже очень интересно. То, что вот мне кажется, что вот такой стиль, который у Гатятулина, он больше для команд, которые борются за попадание в плей-офф. Потому что там уровень мастерства не очень высокий. Нужно ребят организовать, нужна дисциплина. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И так далее. Акбарс – это другая история. Это же сейчас… Вот мы еще, знаешь, как говорили относительно Воробьева. Почему он в ЦСКА? Да потому что он выигрывал трофей, и он может любому игроку сказать, слышь, парень, я знаю, как делать, давай. А Гатятулин, в принципе, он так… Ну, не знаю, там, условному Радулова он может так сказать. Хотя мы еще не знаем, будет ли там Радулова, да? Вот. Поэтому я вот искренне желаю успеха Анвару в Акбарсе. Но у меня вот, честно говоря, есть сомнения вот в этих вещах, о которых я только что говорил. Да, будем ждать новостей из Акбарса относительно трансферов. Естественно, мы знаем, что там с рядом игроком Акбарс уже простился. И, в частности, Горлицкий, Кирилл Петров покинули команду. Ну, а из тех, кто пришел в Акбарс, уже точно мы знаем Егора Коршкова, нападающего, который провел великолепный сезон за Хабаровский Амур. Ну, и вот, соответственно, подписал теперь двухлетний контракт уже и с Казанским клубом. Статистика Коршкова за Амур перед вами. Ну, видите, так, с учетом плей-офф там под 50 очков. Вот, не знаю, можно ли по подписанию Коршкова сейчас уже как-то вот судить о том, какой вектор развития дальше выбирает Акбарс? Артем, вот понятно, например, что Акбарс собирается строить дальше, если вот они подписывают игрока типа Коршкова? Да нет, конечно, это всего лишь один игрок. И, в принципе, там, окажись Коршков, там, условно, в ЦСКА или в СКА, он бы, в принципе, занял свою нишу. Потому что это разноплановый нападающий, такой силовой форвард, который, в принципе, может играть и в топ-6. И если надо, если команда вдруг будет более звездная, он сыграет там и в третьей тройке, да. То есть, в принципе, он доказал, что не просто так прошла эта ссылка в Хабаровск. Он воспользовался этим шансом и в среднем клубе, да, показал классную статистику, помог команде впервые за долгое время пробиться в плей-офф. И, в принципе, весь сезон провел на очень таком приличном уровне. Может быть, так немножко тяжело вкатывался, но потом вот эта троечка образовалась с Барулиным, да. И кто там у них третий-то был? Барулин, Коршков, Бочаров. Да. Вот, и, в принципе, они провели очень хороший сезон. Ну, с точки зрения Коршкова все понятно. Все-таки, даже если тебе в Хабаровске дают много, лучше играть в Казани, в принципе, за еще больше. Где тоже дают нормально. За еще больше. Я думаю, что Амур бы дал больше. Я к тому, что в Акбарсе ты с точки зрения решения других задач можешь там бонусами поднять. Ну, и плюс тут такая ситуация, что самому Коршкову, я думаю, хочется себе доказать, что он не только в Амуре может быть лидером, но и в Акбарсе он реанимировал свою карьеру. И я думаю, что у него все должно быть хорошо. Да. Есть одна проблема. Так. Коршков в Амуре, он действительно великолепный сезон провел, но он был там совершенно, ну, если не первым, то вторым. Ну, в общем, он там просто был лидер. Сколько сил было, столько играл и делал все, что хотел. Ну, в хорошем смысле слова. Сейчас Казань его берет на эти роли. И сможет ли он эти роли выполнять в топ-клубе? Ну, в Локомотиве не очень получилось. Хотя там примерно так же на него рассчитывали, да? То же самое. Я думаю, мы желаем ему удачи там, но будет интересно посмотреть. Ты говоришь, он может сыграть в третьем звене. Может, но, правда, за эту зарплату в третьем звене как-то вот не очень. Слушай, а Жофяров там за эту зарплату сидел? Вообще, вне третьего звена? Ну, Жофяров это отдельная история, понимаешь? Понимаешь, тут вопрос в том, как строится команда. Если есть упор на топ-6 и два разрушающих звена, это одна история. А когда у тебя топ-9, допустим, и одна тройка чекеров, это другая. То есть я к тому, что если вот будет такая команда, где будет много звезд, и в первых двух не найдется Коршкова, то он и в третьем звене со своей ролью, я думаю, справится отлично. Почему нет? Что-то я сомневаюсь, что такая команда может быть, Артем. Ну, кто знает, а почему? Ну, если им платежку в два раза увеличат, разрешат. Не, ну, ты понимаешь, там все равно вписаться надо. Вот эти люди, они дорогие все. Вот эти лидеры, они дорогие. И, грубо говоря, Коршков, он, ему, там, скажем, Лукоянов, при всем уважении, не конкурент. Ему конкуренты там, кто там, Радулов, если останется, там. Яшкин. Яшкин, да. Вот, условно, там, условно Яшкин, да? Кошелев. Ну, Кошелев нет. Наверное, Яшкин, Семенов может быть. Вот он сможет вот эту роль, сможет он эту роль в команде играть? Вот что интересно. Ну, неизвестно же, останутся они или нет. Кто Семенов подписал? Нет, я про Радулова и Яшкин. Нет, Яшкин остается у него контракт. Радулов неизвестно. Ну, мы, опять же, вот моя мысль заключается в чем? Что если Коршкову удастся так же эффективно быть в такой же роли в Акбарсе, мои поздравления. Стат Марата Валиулина, генерального менеджера казанской команды, о подписании Егора Коршкова. Акбарс давно следил за ним. Габаритный форвард, здорово играет под воротами, хорошо понимает хоккей. Вот когда под воротами, я сразу такой вот там Воронков, да, вот как будто бы не получилось Воронкова вернуть. Там и Яшкин есть только под воротами. Там и Яшкин есть, да. А кто будет доставлять туда? Вот, пока ждем. Пока ждем еще новостей от казанской команды. И я вот еще в связи с Коршковым думаю, что Коршков вот просто не хотел оставаться в Амуре. То есть об этом из Хабаровска говорили, что мы сели, поговорили там, обо всем этом договорились. То есть человек себя проявил и уехал. Как Амуру кубок выигрывать? Ну у них 26-й год. 26-й год, идиот, а ну. Тикает часики, тикает Леонид. Каждый год будет уезжать игрок, который был лучшим. Вот непонятно. Так, ну вот, кстати говоря, о тех, кто уезжает. Металлург Магнитогорский отпраздновал чемпионство и просился сразу же после этого с Никитой Гребенкиным, нападающим, который поехал в Торонто. И, ну, понятно, что там Торонто сейчас, как бы, и не успеет Гребенкина предъявить публике. Но сам факт. Гребенкин – это второй, третий бомбардир регулярки. Может, никто в Гаев нет? Вот смотри, что творит. Ну, это да. Ну, нет, ну, во-первых, есть. Во-вторых, там просто и солнце закончится, и уже не успеет доехать. Ривзу надо задуматься, сейчас мне кажется. Смотри, парень такой есть. Да. Насколько вот эта, скажем, потеря для Металлурга готовы ли Магнитогорцы Гребенкина вот так сейчас сразу же сходу кем-то заменить? Артем. Я думаю, что рановато. Все-таки Гребенкин уезжает. Да, два отличных сезона. Шикарные в Амуре. В принципе, на четверку с плюсом сезон в Магнитогорском Металлурге. Но, мне кажется, еще сыроват. Есть определенные пробелы. Все-таки у Гребенкина далеко не идеальное катание. При том, что парень очень мощный. Парень, который, ну, наверное, наверное, по своему стилю чем-то, может быть, даже напоминает Максима Цыплакова. Я к тому, что он может и потолкаться, может пойти в силовую обводку и может обыграть соперника за счет техники. То есть, в этом плане парень разносторонний. Я думаю, что габариты тоже позволяют. Но все-таки, мне кажется, рановато. Но это далеко не Капризов, который уже сформировался и готов для того, чтобы играть в Анхэль. Мне кажется, на эту проблему вообще по-другому надо смотреть. Вот, понимаешь, как вот рассуждает Гребенкин. Я провел классный сезон в Хабаровске. Я приехал в Магнитогорск, стал обладателем Кубка Гагарина. Я задрафтован Торонто. У него наверняка уже фокус в голове Анхэль. И с точки зрения клуба, вот я считаю, вообще не нужно совершенно удерживать. Пускай съездит, посмотрит. Желаем ему успеха. Если вдруг не получится, всегда вернется. И в данном случае, мне кажется, этот клуб, он как раз показывает лояльность к таким игрокам. Что, ребята, пожалуйста, проявляйте себя, езжайте куда хотите. Просто я к тому, что если сейчас каким-то образом его там удерживать искусственно, собственно говоря, они и не могли его удержать, у него контракт заканчивался. Вообще, это такая красивая история. Пусть попробуют. Все опасения, о которых сказал Артем, я, собственно говоря, их разделяю. Но, знаешь как, по-разному может сложиться. Сейчас вот эта ситуация с потолком зарплаты там у них, у этих, у буржуевых, она может как раз сыграть на руку Гребенкину и может быть зацепиться за состав, что бы ему и желаем. Ну, я, насколько знаю, Гребенкин уже года два назад грезил вот этими мечтами заиграть в НХЛ. То есть, условно, есть канцеров, который не, скажем так, хочет пока уезжать, понимает, что ему нужно окрепнуть здесь, и он, наверное, по стилю больше как раз для нашей лиги. И есть Гребенкин, который уже пару-тройку лет назад мыслил в сторону переезда в Северную Америку. Поэтому, да, безусловно, удерживать человека не стоит, но просто вот как бы так не получилось бы, да, что он уедет отсюда, растеряет всю эту уверенность, потом вернется сюда и придется его здесь реанимировать, возвращать на этот уровень, который был до отъезда. Мы же знаем путь-то, вот Коршков сейчас приехал, Хабаров, а потом был Хабаров. Да, потом, тем более, 26-й год, так что это все решаемые вопросы. Ну, я-то спрашивал про Магнитку, это все хорошо. Для Магнитки это прям вот потеря или есть вот еще резервы, и они вообще не заметят этот уход в следующем сегодня? Я думаю, что, безусловно, потери, но, в принципе... Не трагедия. Не трагедия, да. У Разина, мы видим, есть четыре играющие тройки, то есть там нет такого, что только одно или два звена приносят результат. Я думаю, что найдут замену, и, в принципе, очень неплохо работает своя школа. Мы видим, что подпитка есть, появляются ребята. Ну, я думаю, что сейчас на рынке, на трансферном поработают. У Магнитки проблема с продлением контрактов нет. Практически все лидеры уже переподписаны. А точечно усилить состав можно посмотреть, опять же, в сторону Северной Америки. И уже не так, вот как в том году вести там Ди Джонсон в последний момент. Да, сейчас времени много, и я думаю, что Разина и Гамаляк кого-то обязательно найдут. Друзья, мы на этом сегодня остановимся. Очень много новостей, но у нас еще будут выпуски нашей программы трансферы в мае, поэтому все обсудим, на все посмотрим и все проанализируем. Не переживайте. Но сегодня мы на этом останавливаемся и заканчиваем. Наши эксперты Леонид Вайсвельт и Артем Башко. Меня зовут Андрей Юртаев. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания.